Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках библейского портала «Экзегет» мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея, глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 1 стих 6 главы. «Присмотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Справедливости ради следует заметить, что в греческом оригинале вместо слова «милостыня» стоит слово, которое должно было бы быть переведено на русский язык как «справедливость» или «добродетель». Мы можем предположить таким образом и даже утверждать, что 1 стих является общим для последующих частных примеров, которые будет приводить Господь в 6 главе. Это учение о милостыне, учение о молитве, учение о посте и учение о промысле Божьем. В данном случае тогда текст должен звучать так «смотрите, не творите добродетели, какой бы то ни было, ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, согласно этому стиху, мы, во-первых, получаем очень важную универсальную заповедь, как жизнь в православии. С другой стороны, можем утверждать и другое – то, что слава человеческая, как напалмом, пожигает награду Божию. Невозможно в славе человеческой служить Богу. И здесь, наверное, уместно вспомнить одни слова, правда, из Евангелия от Иоанна, 5 глава. «Как вы можете веровать, говорит Господь иудеям, славу друг от друга принимая». И вот дальше начинаются частные случаи того, как истинно творит добродетель. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, но делай так, чтобы левая рука твоя не знала, что делает правая. Вот что это значит. У толкователей рассуждения по этому поводу такие. «Подобно тому, как человеческое естество имеет две руки, правую и левую, и никуда от этого не деться, точно так же любое дело, творимое тобою, имеет две стороны. Правую сторону, то есть это добродетель, и левую – это грех. Что бы ты ни делал всегда, подобно тому, как у человека есть левая рука, придут мысли, помыслы, которые будут направлять тебя на то, чтобы усладиться собою, какой ты хороший, что делаешь и исполняешь заповедь Божию. Не обращай на это никакого внимания и не давай абсолютно никакой цены этим мыслям. То есть пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Почему? Вот дальше Господь скажет, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Надо сказать, что все частные случаи и о молитве, и о посте Господь будет заключать такими словами, «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Что воздаст явно? Как это можно будет ощутить? Конечно, мы говорим о даре благодати божественной. Или лучше сказать, о переживании присутствия Божия в твоей жизни. Оно настолько бывает реальным для человека, что кажется реальнее всего видимого и осязаемого в этом мире. И что может быть дороже для человека, если это в его жизни происходит? Но это все может быть только в одном случае, если ты творишь все, что делаешь в жизни, только исключительно для того, чтобы прославился Бог, а не ты сам. Дальше учение о том, что нельзя молиться на показ. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот учение об истинной молитве. Когда молишься, войди в комнату, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Вот не просто войди в комнату, но еще и затвори дверь. Что это значит? Если мы закрываем за собой в комнате дверь, это значит, мы точно себе сами свидетельствуем о том, что никого в этой комнате нет, и никто в нее войти не сможет. Таким образом, в этой комнате мы оставимся перед Богом такими, какие мы есть на самом деле. Это одно из главнейших расположений нашей на молитве. Не играть в молитву, не казаться тем, кем ты не есть на самом деле, тем более перед Богом, а именно быть таким, какой ты есть. Но иногда по поводу этого стиха, прилагая его к общественному богослужению, задаются вопросом, какая же заповедь тогда здесь нужна, чтобы нам совершать общественное богослужение. Ведь мы должны, когда молимся, затворить комнату за собой и остаться наедине. Но в данном случае в приложении к общественному богослужению эта заповедь значит вот что. Не надо выделяться во время общественного богослужения ни видом, ни одеждой, ни поведением перед другими людьми. Будь стара, старайся быть таким же, как и все. Соответственно, все, если делают поклоны, делает ты. Земные, значит, земные. Поясные, значит, поясные. Выделяться не надо. И дальше Господь говорит такие слова. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, оба знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Вот остановимся здесь. Дальше будет молитва Господня. Как понимать эту заповедь, не говорить лишнего, потому что мы уподобимся язычникам, ибо они в многословии думают, будут услышаны. Не надо им уподобляться. В данном случае, конечно, Господь призывает нас в первую очередь к сердечной молитве. К молитве о чем? К молитве о прощении наших грехов. К молитве о спасении. И, опять же, в приложении к общественному богослужению эту заповедь можно понять как не вписывающееся в учение истинное, поскольку наше богослужение длится несколько часов, например, всеночное бдение. Но если мы внимательно вчитаемся в заповедь Божию, молясь, не говорите лишнего, то все встанет на свои места. В нашем богослужении нет ничего лишнего, и все слова, по сути дела, об одном. Мы просим Бога научить нас истинно каяться, истинно молиться и истинно любить. По сути дела, все богослужение именно об этом. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем бложникам нашим. И не введена в свои искушения, но избавен нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Молитва Господня, так называемая, очень важная молитва, это в каком-то смысле главнейшая часть нашей духовной жизни. Без нее не обходится ни одно богослужение, ни частное, ни общественное. И начинается эта молитва со слов «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое» и так далее. Святые толкователи все как один говорят, что эта молитва имеет в себе исключительно духовные прошения. Нет здесь, даже на первый взгляд, хотя и кажется иногда, ни одного прошения, каких-то плоских удовлетворений, плоских ненужных потребностей человеческих. Дело в том, что мы являемся сынами Бога, Отца нашего Небесного. Мы идем в Царство Небесное. И для того, чтобы нам туда идти прямой дорогой, мы должны соблюдать как заповеди все то, что содержится в этой молитве. Самое первое обращение «Отче наш». Вот у толкователей обращается внимание на это обращение «Отче наш». Слово, которое по-еврейски звучит как «авва», имеет оттенок умиления. И, наверное, можно было бы произнести это слово «Отец» в смысле даже как «папа», хотя непривычно это звучит для нашего слуха. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что пришедший во плоти Сын Божий, как великий дар человечеству, приносит возможность именоваться сынами Божиими и обращаться к Богу именно с таким обращением «Отец наш». У одного из толкователей Священного Писания есть слова о том, что такое обращение к Богу в Ветхом Завете не могло прийти на ум никому из верующих. Потому что Бог в Ветхом Завете воспринимался как судья, как вздовоздаятель, как каратель, как господин, но только не как любящий Отец. Ну и вот дальнейшее прошение о том, чтобы воля Божия была на земле, как на небе, то есть в нашей жизни она осуществлялась, что мы просим у Него не просто есть и быть сытыми, а хлеб только необходимый для поддержания нашего естества, для того, чтобы идти путем спасения. Мы просим Бога просить нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть условия того, что нам будут отпущены наши грехи, выступает здесь необходимость уметь прощать тем, кто должен нам. И справедливости ради можно заметить, что в некоторых древних рукописях, древнейших рукописях, достаточно авторитетных в библейском мире, вот это прошение имеет слово «и мы прощаем» в прошедшем времени, как и мы простили должникам нашим. То есть звучит уже тогда по-другому. Мы обращаемся к Богу с просьбой простить нам грехи с условием того, что мы уже простили нашим должникам то, что они должны нам. «И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Вот слово «искушение», наверное, здесь требует особого рассмотрения. Не всегда человек способен ответить на вопрос, что значит «не веди нас в искушение». Кто-то скажет «в скорбь», кто-то скажет «в соблазн», кто-то еще во что-то скажет. Но вообще слово «искушение», тот термин, который употребляется в греческом языке, может быть условно обозначено как ловушка, как, ну, своего рода, что ли, ситуация, в которой, как ты не поступишь, ты все равно согрешишь. Вот мы просим Бога, чтобы Он избавил нас от попадания в такую ситуацию. Но как это сделать? Если мы бы знали послание апостола Иакова, то можно было бы вспомнить там такие слова. «Никто не говори, Бог искушает меня». Каждый искушается собственной похотью. Вот в данном случае таким образом в прошении «не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого», может видеться и другое прошение, чтобы Господь не попустил нам увлечься нашей собственной похотью. Ну, похоть здесь может быть названа именно то, что мы хотим в своей жизни реализовать, не вписывающееся в рамки исполнения закона Божия. Ну и последнее прошение, или, можно сказать, прославление. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». По сути дела, есть свидетельство нас, как верующих людей, что действительно все находится в руке Божией. И если мы на это будем согласны, Господь обязательно поможет нам все, что в этих прошениях заключается реализовать. «Ибо если вы будете прощать людям согрешений, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Вот очень простая универсальная заповедь, которая, наверное, и не требует никаких комментариев. Прощение нам наших грехов со стороны Бога, по сути дела, очень просто. Если мы готовы прощать людям согрешения их. Но здесь следует заметить, конечно, что именно то зло, которое против нас наши ближние совершают по отношению к нам, осознанное частое зло, мы призываемся простить. Если мы научимся это делать, научимся переступать через свою правду и через свою волю, то тогда для нас открывается, конечно, и перспектива того, что мы будем избраны Богом Отцом и получим от Него прощение наших согрешений. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Ну, понятно, что здесь учение, опять же, направлено на то, чтобы поститься не ради того, чтобы прославиться от человеков. Очень просто бывает верующему человеку, приняв мрачный вид, свидетельствовать о том, что мы находимся в общении с Богом. Но Господь говорит, не в этом заключается общение. И заповедь, которую он дает, а ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, по сути дела, не призывает нас во время поста тоже особым образом намощаться и умываться. Нет. В жарком климате, вот если мы говорим о тех реалиях, когда совершалось общественное служение нашего Господа Иисуса Христа в Палестине, в жарком климате было принято в повседневной жизни именно умывать лицо водой и намощать елеем голову маслом. То есть для того, чтобы здоровье кожи было у человека. Это, само собой, разумеющиеся были вещи. По сути дела, таким образом, вот это выражение, ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, должно быть понимаемо нами так. Ты, когда постишься, постарайся выглядеть таким, каким ты обычно выглядишь перед людьми. Больше от тебя ничего не требуется. То есть постись перед отцом твоим, который втайне. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Очень важный и в то же время простой призыв для верующего человека. Вот так или иначе, но человек устроен с сердцем, которое постоянно имеет у себя нечто сокровищем. Оно стремится к нему, устремляет все думы, все дела. И вот Господь подсказывает нам, постарайся сделать так, чтобы сокровищем твоим стало небо, стал Христос. Тогда и сердце твое переселится на небо. Тогда и все то, что ты не будешь делать, ты будешь делать именно ради своего спасения. Светильник для тела есть око. «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Вот притча, которую здесь приводит Господь по объяснению святых толкователей, говорит нам о чем? Подобно тому, как для нашего естества светильником является око, Оно, можно сказать, вводит в нас свет, и мы ориентируемся в этом мире благодаря оку. Точно так же для нашей души таким оком будет являться ум. Итак, если ум будет вводиться законами Божиими, просвещаться светом Божественной благодати, то, естественно, и душа наша, и сердце наше все будет светлым. Если же ум будет жить по законам мира бытия, мира, лежащего во зле, то вся душа, все сердце будет темно. И так, говорит Господь, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Но вообще надо сказать, что на языке священного писания тьмой называется условно место, где Бога нет. Итак, если свет, который в тебе тьма, вот в данном случае человеку всегда дается испытать, как оно жить без Бога. Особенно это знают верующие человеки, которые впадают в грех. И вот тот ад, что ли, который входит в душу и начинает терзать человека, свидетельствует всегда человеку о том, какова же тьма на самом деле, как это страшно и как нужно всеми силами стараться бежать от этой тьмы. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Тоже очень важная заповедь, которая свидетельствует нам о чем? О том, что сердце человека способно любить только одного, другого или вместе не может. И вот в данном случае здесь Христос призывает нас сделать так, чтобы нам любить Христа. И как обратная сторона любви Христа проверяется чем? Тем, что мы будем ненавидеть мамону и ненавидеть мир. Если мы любим мир, то, соответственно, мы не любим, а ненавидим Христа. Или одному станет усердствовать, говорит Господь, а другому не родить. Очень часто бывает в жизни так, что когда начинаешь усердствовать или работать миру, то Бог оказывается тебе в жизни уже ненужный. Ты не родишь о нем. Не можете служить Богу и мамоне. И вот дальше, сказав эти слова, Господь продолжает. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды?» Вот в данном случае Господь объясняет таким образом, что нужно сделать, чтобы любить Бога и служить Богу, а не любить мамону и служить мамоне. Именно поэтому он говорит, «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей». Оказывается, что забота души нашей о том, что есть и что пить, и забота тела нашего, во что одеться, это отправная точка начала служения мамоне. И любви к мамоне, а ненависти, соответственно, к Богу. Очень страшный момент, любовь к миру. И Господь дальше говорит, «Душа не больше ли пищи и тела одежды?» Дальше говорит о промысле Божьем, о том, что те, кто находятся в руке Божьей, те, кто живут по воле Божьей, имеют все необходимое. И об одежде что заботитесь, говорит Господь? Вы смотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, «Коль паче вас, маловеры, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Золотое правило спасения – ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот учение о промысле Божьем святитель Иоанн Златоуст комментирует так. «Если ты скажешь мне, что мне должно обо всем этом заботиться, потому что оно нужно мне, я скажу тебе, именно потому что все это тебе нужно, ты не должен заботиться». И дальше говорит, «Ведь Бог, который знает лучше тебя, твое естество, который создал твое естество с такими законами и потребностями, как любящий Отец, не будет противоречить себе, ведь Ему угодно было тебя создать с такими потребностями». То есть это пробный камень, получается, нашей веры, учения о промысле Божьем. Но здесь, конечно, нужно сделать небольшую поправку, чтобы лучше понять все-таки текст, иначе он может вызвать даже и соблазн у верующего человека вот эти слова. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что, пить или во что одеться», потому что всего этого ищут язычники. Если быть до конца точным в плане перевода с греческого на русский язык, то текст должен был бы звучать так. «Не заботьтесь и не говорите, что бы нам поесть, или что бы нам попить, или во что бы нам одеться». То есть в данном случае такая корректировка по переводу уже дает нам мысль какую. Не ищите развлечения в жизни, не пытайтесь сделать много вариаций на предмет того, что вам поесть, и что попить, и во что одеться. «Заботьтесь и просите только необходимое для поддержания вашего естества». То есть, опять же, здесь лучше, как в молитве Господней, «Хлеб наш насущный дашь нам днись», мы сказать не можем. Вот очень важное учение о промысле Божьем, которое заключает с собой шестую главу Евангелия от Матфея.